Хотел бы обсудить заявление одного из, как говорят, самых влиятельных российских олигархов, Олега Дерипаски, о том, что значит уже в следующем году российское государство может потерпеть экономический крах и остаться без денег. Вот почти прямая цитата. Какова вероятность, как вы оцениваете? Ну, первое, надо начать. Ошибочно абсолютно выдавать желаемое за действительное, потому что Олег Владимирович действительно значимый человек, но если мы даже посмотрим по списку Forbes, он очень-очень далеко отброшен. Более того, если мы посмотрим по тому, как развивался пресс от Соединенных Штатов, и когда Россия не прикрыла его как государство от пресса Соединенных Штатов, то, скажем так, топовые олигархи не высказывались ничего. Он человек, который получил очень много ущерба как от Соединенных Штатов, так и от российского государства. А то, что он говорит, на самом деле есть в российском бюджете. Об этом страшно сказать. Мы там говорим уже последние 2-3 месяца. Кончатся ли деньги? Нет, не кончится. То, что будет технологическая деградация, да, она есть. Достаточно послушать Наталью Васильевну Зубаревичу и тех экспертов, которые не машут, как говорится, ни в одну сторону пропагандизмом, ни в другую. Война может продолжаться, ну, долгие годы, и точно не на экономическом поле будет какой-то ущерб, потому что, да, просады к концу года, я, ну, по моей модели, если они будут гулять так же по лабазу, мы получим дефицит от 8 до, может быть, 13 триллионов. И понятно, как они это будут закрывать. Следующий год будет сложнее этого, но и этот год будет непростой. Поэтому сейчас экономика адаптируется. На ком это проседание, в первую очередь, отразится, как вы считаете? Практически это отразится на условном среднем классе. Обычный народ, самый глубинный, о котором мы ниже говорили, он как жил в прогулоке, так и будет. Для него, наоборот, для власти будет появляться большее количество бойцов, которых можно будет зафруктовать за конюшку табака. Они пойдут, соответственно, потому что им надо будет решать свои конкретные финансовые проблемы. Но власть и условный Кремль, конечно, это не почувствуют ни при каких обстоятельствах. Он и сейчас это не чувствует. Так что, в общем, фундаментального изменения не увидится. Это будет, это, как говорится, для таких людей травмирующий фактор, что мы, для меня, для экспертного сообщества, что идет деградация. Но для простого человека он будет вам открыто говорить, и он будет прав. Товары в магазинах есть. Ну да, цены подорожали, но это только потому, что проклятый там Барак Обама, Байден или кто-то еще писает в этих подъездах. Так что причинно-следственная связь будет такая. Об олигархах еще напоследок хотел бы поговорить. Не все, в отличие от того же Дерипаски, еще потеряли надежду избавиться от гнета западных санкций. Вот группа олигархов, бизнесменов, давайте так говорить, группа бизнесменов обратилась к Западу из тех, кто открыто не поддерживает войну с просьбой вывести из-под санкционного давления. Вот видели, что Олег Тиньков к Соединенному Королевству обратился, и вот он, значит, даже поддержал это прошение и Ходорковский. До этого видели, как Роман Абрамович пытался принимать участие и в обмене пленных, и там на своем самолете, значит, вывозил иностранцев, которые воевали на стороне вооруженных сил Украины, значит, в третьи страны. Там дарил им айфоны, пытался участвовать в мирных переговорах. Как вы считаете, вот эти все попытки, вот, кстати, Wall Street Journal пишет, что у Абрамовича так и не получилось договориться, и его там 15 миллиардов или сколько там у него за границей заморожено, так, мол, пока что этот вопрос и не сдвинулся с мертвой точки. Как вы считаете, получится ли в итоге там у того же Тинькова, у Абрамовича каким-то образом отпетлять от западных санкций, пока война еще будет продолжаться? Ну, у них санкции-то персональные, а это же не имеет отношения к их бизнесу. То бишь, их обращение совершенно понятно, почему, потому что они уже давно не олигарх, они просто богатые люди, ну, пока еще богатые люди, точно. Те суммы, которые у них есть, они выше среднего капитала среднего человека, но к олигархии они уже не относятся никаким образом, потому что олигархия – это не только финансовые ресурсы, это, соответственно, в том числе и участие, и возможность принятия участия в тех или иных действиях. Поэтому они все бывшие, делают правильно, санкции, скорее всего, с них, конечно, не снимутся, и это будет достаточно плохой знак с точки зрения как раз того, что у тех, у кого есть хоть какая-то антивоенная позиция, но мы об этом, наверное, тоже можем легко рассуждать, когда обычным людям, выехавшим за рубеж с российским паспортом, закрывают счета. Ну, то есть эта позиция неверная, но флаг в руки, да, эти люди как-то за счета закрылись в Европе, ну, пооткрывались в Китае, в Дубаях, ну, я вот мотаюсь между всеми странами мира, могу сказать, что, ну, самое большое количество денег было средним классом, антивоенно настроенным в Турцию, Дубай и Казахстан. Ну, Европа, попросту говоря, потеряла одну из крепких страт, ну, помимо денег она потеряла еще крепкое общество, которое было исключительно антивоенно настроено. Если говорить еще об Абрамовиче, вот эти попытки, я просто, ну, помню отлично эту картину, когда, значит, он вез из этих вот иностранцев, которые воевали против российских оккупантов, там, дарил им айфоны, на своем самолете вывозил. В самой России, в самом Кремле, как воспринимается это? Ну, вот я с точки зрения, там, российского какого-то, значит, глубинного гражданина. Ничего себе, значит, вот эти люди стреляли. Ну, его и этого никто не знает. Ну, где это прошло? Ну, опять-таки, я вас не просто так возвращаю. Глубинный народ смотрит круглосуточно без сагон. О чем вы говорите? Он даже близко не понимает. Олигархи, олигархи, те, кого ошибочно называются олигархи, олигархами они не являются. Извините за, опять-таки, возвращая Россию, феодальное государство, управляем генерал-лейтенантом. Это люди подписанты. Сегодня он олигарх, завтра будет вызван на ковер и скажет, вот, сержант СМЕРШ, перепишите на него, пожалуйста, все имущество и ручечку, не забудьте вернуть. Кстати, это абсолютно прямая цитата как раз к Олегу Дерипаске от Владимира Путина. Сначала нужно, вот, для того, чтобы понимать, что на что влияет, сначала надо понимать, каково, из чего состоит российское общество, как оно управляется. А в этом-то и есть проблема, там, называемого политического истеблишмента Европы, что он сам себе, вот, наши, соответственно, власти нарисовали себе одну Россию, которую они видят за, соответственно, через стекла Ауруса. А европейские политики, которые с 9 до 6 нарисовали совершенно другую Россию, которая у них, ну, как это, с руками по локоть в крови, но очень похожа с точки зрения систем управления на их Европу. А это не так. И поэтому, там, и санкции, и х*** его действуют, потому что они бьют не туда, они в никуда бьют. После шестого пакета, это пакет с пакетами. Напоследок, Дмитрий Валерьевич, вот мы сегодня упоминали, значит, Тиньков, Дерипаска, Абрамович, с кем-то из них знакомы? Может, есть какая-то история, которую хотите поделиться с нашими зрителями? Я знаком с каждым из них. Для этого достаточно просто забить это в поиски. Я понимаю, что и каждый из этих людей делает. Я говорю о том, что не каждый из них делает правильно на своем месте. В системе управления Российской Федерации это не имеет никакого отношения. В том числе и те оценки, которые сейчас начинают даваться, вот кто-то там прозревает. Олег Владимирович Дерипас, как говорил, соответственно, сокращение чиновников последние лет 10. Это можно найти просто на всех кэфах, в которых он выступал. А с Олегом Тиньковым можно просто забить по отопинке Тиньков. Это тоже легко находится. Когда мы даже с ним обсуждали лет 8-10 назад, что как развивается бизнес. Так что всех я их знаю и очень неплохо. Я понимаю, что они делают. Так что не надо говорить про прозрение. До тех пор, пока в том числе и зарубеж не поймет, что ключевым моментом, если вы хотите работать с гражданским обществом, является как раз тот глубинный народ. А если вы не умеете до него достучаться, то рот на замок и перестаньте заниматься. Потому что вы просто отрабатываете для своих каких-то там внутренних целей имитацию, что вы чего-то хотите поменять в России. Я это, кстати, говорил в Европарламенте еще лет, наверное, 10 назад. Потому что я приехал и сказал, что, ребят, вам похрен абсолютно, что происходит в России. И в том числе 2014 год я им точно так же заявлял. Поэтому я называю европейских чиновников сопляжуями. Потому что то, как они помогают, ну, в общем, мое мнение на этот счет, оно за этот год поменялось только в еще худшую сторону. Не более.